Продолжение следует... Ну, наверное, давайте начнем. Сначала для людей, которые совсем плохо знакомы с паттернами в JavaScript, посмотрим, что такое модуль. Модуль для меня, я не буду говорить, наверное, скажу своими словами, что модуль это инкапсулированная сущность, в которой есть публичный интерфейс и какая-то инкапсулированная логика. Собственно, наверное, взял пример из Википедии, всем остальным, кому не понравился мой пример, можете прочитать. И тут стоит вопрос, доклад вроде про модульные загрузчики, и что же такое модульные загрузчики, какие задачи они выполняют. Модульные загрузчики имеют примерно три основные задачи. Основная это разруливание дерева зависимости. То есть в каждом нашем файле, в каждом модуле есть какие-то зависимости. То есть представим, давайте возьмем пример из математики, есть какая-то библиотека МАФ, которая делает арифметические операции, и она содержит в себе сложение, вычитание, умножение, деление. И вот каждая часть, она является для математики, является зависимым модулем. То есть плюс это модуль, который вложен в библиотеку математики. И, соответственно, модульный загрузчик, он выполняет разруливание этих зависимостей. Это первая его операция. Вторая – это определение точки входа для старта нашего приложения. То есть модульный загрузчик знает, откуда начинается дерево зависимости расти. И третья его задача – это адаптация в то окружение, в котором эти модули выполняются. То есть представим, у нас есть два окружения – сервер и браузер. Так как это файл, и каждый модуль – это один файл, то на сервере мы можем просто работать с файловой системой абсолютно спокойно. Не переживая, обращаясь к файлам, загружая их и запиская в этот JavaScript окружение. А теперь посмотрим, что будет у нас, когда у нас будет браузер. В случае с браузером мы не можем иметь доступ к удаленной файловой системе. И как раз-таки модульный загрузчик будет управлять решением этих задач. То есть он может сделать аэк-запросы, получить этот файл и выполнить его. Если либо собрать предварительно бандл, загрузить его в виде JavaScript файла и выполнить его. То есть абсолютно разные подходы для разных окружений. Эту проблему тоже решают модуль-бандлеры. Это их задача. То есть три задачи – точки входа, разрунивание дерева, зависимости и адаптация под то окружение, в котором они работают. Пойдем дальше. А для чего вообще нужны модули? То есть это независимые куски кода, которые… Есть такое понятие, как модульный подход, который определяет, что один файл, то есть выполняет всего лишь одну задачу. И это позволяет иметь абсолютно независимые блоки кода. Обращаю тебе неинтестирование, опять же, о независимости кодов, независимости блоков кода. То есть мы можем взять от нашего приложения один кусочек всего лишь, ну вот, к примеру, из математики взять сложение. И в него входит два числа, там, первое и второе, да, и получается какой-то результат. Нам не надо для этого подключать библиотеку математики. Можно подключить только сложение и протестировать, что если вошло два числа, вернулся один результат. Это обращает тестирование. Точно так же есть удобный поиск ошибок. То есть мы знаем, что в каком-то из модулей произошла ошибка. Заходим в этот модуль, не находим там ошибок. Идем в явные зависимости этих модулей и видим, что еще работает при выполнении того модуля. Соответственно, это позволяет найти точку проблемы очень легко. Это одни из плюсов использования модулей. Давайте, наверное, посмотрим о реальном мире, да, как же это происходит в JavaScript, и откуда это все появилось. Родоначальниками стандарта стало два решения. Одно, оно появилось на сервере, это Node.js. А второе, это решение появилось для браузера, это Required.js. В 2009 году появилось первое серверное решение для выполнения кода, ну, виртуальная машина для сервера. Это называлось Node.js. Ну, кто-то называет это фреймворк, но кто-то еще как-то. В общем, это появилась первая возможность выполнения кода на сервере JavaScript. Ранее только в браузере можно. Соответственно, там был свой стандарт модулей, который назывался Common.js. Это вообще, Common.js, это вообще стандарт для, в принципе, написания серверного кода. Потому что, ну, есть другие виртуальные машины, например, Rio.js. Они тоже следуют стандартам Common.js. И, соответственно, если посмотреть этот пример, то мы видим, что есть некоторые директивы, которые нам тут могут удивить. Например, Required. То есть это штука, которая как раз-таки берет другой файл, в данном случае корневую библиотеку HTTP. И в переменную war.http записывает полученный интерфейс. Ну, в интерфейс входит Create Server, да, то есть возможность создать сервер. И, соответственно, мы им пользуемся. Тут нет примера того, как из этот сервер, например, экспортировать, да. Мы могли бы написать просто модуль .export. И когда другой человек возьмет из Required этот файл, то он получит инстанс созданного сервера. Какие особенности этого есть? То есть, так как мы имеем доступ к файловой системе, мы можем абсолютно спокойно это модуль синхронно загружать. Это была одна из особенностей Node.js. И, соответственно, работает только на сервере, потому что изначально не было никакой идеи, чтобы это переносить в браузер. То есть на сервере работает, ладно, синхронно с файлами, не надо ничего городить. И параллельно этому начало развиваться Required.js. Примерно в то же время, наверное, спустя полгода примерно, появился Required.js. То есть в браузере тоже захотели реализовывать паттерн модульного загрузчика и придумали свою идею. Как он работал? Синтаксис примерно тот же самый. И там отличался тем, как только что был Define еще. Соответственно, все загружается синхронно и загружается через AJAX. То есть, когда вы пишете Required, вы ждете, пока этот файл загрузится с сервера, выполнится. И уже в callback вы имеете этот интерфейс этого модуля, вы можете с ним работать. Что тут особенностей? Синхронная загрузка. То есть, понятно, мы изначально работаем с AJAX, то есть мы ждем, пока файлы загрузятся, дожидаемся их с удаленного хранилища. То есть работает только в браузере. Опять же, минус. То есть мы не можем использовать это дело на сервере, что уже плохо. Что придумали тогда? Придумали единый стандарт, назывался UMD, который определял, соответственно, что и для браузера Required, если он есть, то используем серверный, либо для клиента, используем клиентский. И это позволяло модули иметь в одном виде нот. Соответственно, такой вариант не очень устраивал всех, потому что все равно приходилось писать дополнительный код. То есть определять, какое окружение это серверное или клиентское. Это, естественно, никому не нравилось. Все хотели писать обычный модуль и ничего не придумывать. Что сделали? Появился такой стандарт, как Roserife, который взял за основу стандарт Command.js и превращал модули, ну, посредством предварительной трансформации, он превращал его в компабилити, ну, работающий абсолютно так же в браузере, как и на сервере. Появилось это решение 22 сентября. Сегодня на докладе про изоморфность, про это было, я не буду останавливаться на этом. Можно, в принципе, все почитать. Давайте дальше пойдем. Соответственно, так как Browserify очень сильно в комьюнити начал развиваться, люди начали писать клиентские серверные приложения и абсолютно так же, ну, грубо говоря, писать один код в браузере и в сервере, то с развитием люди захотели писать, то есть примешивать к серверным компонентам, да, еще и, вообще, примешивать клиентским серверным модулям еще и какую-то интерфейсную логику. Представим, какая ситуация у нас. У нас есть какой-то модуль, который там что-то делает на сервере, да. Мы хотим написать в нем какую-то логику и при этом к нему соответствует интерфейс, да. То есть у нас есть какой-то клиент, например, для загрузки данных и к нему еще хочется написать интерфейсный модуль, который будет работать, например, в клиенте. Но что сделали? Какая идея? В интерфейсные модули решили подмешивать и другие ассеты, которые нужны в браузере, да. То есть, ну, не хватало нам одного JS только. Хотели бы еще, чтобы там был CSS, который отвечает за работу этого модуля. Ну, представим, есть у нас там форма для ввода данных. И мы хотим, чтобы помимо JS, который там есть, мы еще могли бы загружать там и WES, то есть его внешнюю оболочку. И потом делиться этим модулем между нашими, например, проектами. Для этого сделали такую функцию в Browser Reef, как трансформы. Соответственно, они позволяли трансформировать какой-то формат, например, мы представим WES, и доставлять его, ну, в браузер, каким-то тоже банглом. Так, давайте дальше посмотрим. И такой подход очень всем понравился. И некоторые проекты решили его систематизировать. То есть построить как-то так, чтобы помимо того, что это, ну, определялось в файлах, да, может быть, как-то это можно было бы вывести отдельно. Такой человек, как TJ Halawai-Chu, он придумал понятие, как компонент JSON. То есть есть понятие Package JSON в NPM, которое описывает именно какие зависимости в JavaScript есть. И также он придумал, как описывать эти зависимости клиентские, да, то есть какой-то, например, CSS мы хотим, или шаблон указать, ну, или какие-то скрипты, да. И придумал абсолютно один вариант для Package JSON. Назывался он Company JSON. И, соответственно, согласно этому стандарту, можно было описать все нужные в вашем зависимости, помимо конкретно JS, да, то есть еще и CSS описать. И, соответственно, вы могли загрузить Package, и он потянул бы помимо JavaScript, еще и все остальные библиотеки. Ну, не очень развился этот стандарт, но, тем не менее, до сих пор он используется в таком решении, как Bower. То есть Bower прекрасно с ним работает, он подтягивает вам всю зависимость, единственное, он не собирает их. То есть компонент, в отличие от этого, он изначально собирал это все и отдавал вам в браузер уже готовый бандл. То есть все эти шаблоны, они предварительно компилировались, все с ними работало прекрасно. Если маленько времени, давайте посмотрим, что же еще с развитием Community происходило. Ну, в прошлом примере был примерно 250 килобайт, да, ну, от негазипнутого кода, но у нас приложения еще больше бывают, более жирные, да. Когда, например, чтобы вам загрузить основную страницу, надо загрузить мегабайт кода, даже если негазипнутого, неважно. Ну, вот с мобилки там это вообще очень страшно. Что придумали? Загружать по частям. В новых решениях каких-то код и в том же браузерифе есть возможность разделить ваш код на маленькие кусочки. И эти кусочки загружать маленькими блоками. Работают все через JSON-P. И новый стандарт сейчас прорабатывается как раз-таки с, ну, как бы, новый стандарт в CommonJS, называется RequireShort, который определяет список зависимости, которые вам надо подтянуть, загружает их асинхронно, и, соответственно, это очень прощает жизнь. То есть в AMD, например, надо было каждый файл загружать, что порождало, например, двести, двадцать, тридцать, сорок XML-запросов, но это было просто невозможно. А эта штука умеет взять и загрузить вам это куском, предварительно скопилированным. То есть это достаточно лобная вещь, и очень сильно как раз-таки веб-пак на ней вывозит. Ну, и он сейчас достаточно популярный. И вот эта фишка, она очень помогает иногда проект разгрузить. То есть вы можете просто загрузать людям файлы там по 100 килобайт, например, по 50 килобайт, по 30, и абсолютно не переживать по этому поводу. То есть у вас все зависимости, все деле воздейственности будет всегда консистентным. Альтернативу в Browser Reefе привел пример, что есть тоже некоторые решения, которые позволяют выделить определенные куски вашего кода на маленькой части, тоже позволяют их загружать динамически. То есть называется решение Factor Bundle, но там не так все гибко, как, например, в Require and Shore. То есть вы более ограничены в этом. И, соответственно, наверное, последний я уже заканчиваю. Кто не торопится. Что же будет в будущем? К чему ECMAScript 6, например, идет? То есть все знают, наверное, что ECMAScript уже утвердил полностью формат модулей, но какой он будет, как он будет именно в синтаксисе, но до сих пор, к сожалению, он не определился с модульным загрузчиком. То есть одно дело описать модуль вы можете, но как он должен работать в разных JavaScript окружениях не описано. То есть модули вы вроде синтаксис написали вот такой экспорт-импорт, а дальше вроде как хотите его так и загружаете на сервере, на браузере. И, соответственно, очень долгое время в стандарте ECMAScript вплоть до ноября этого года прошедшего был так называемый reflect loaders. Это глобальный объект reflect, который призван JavaScript нести метапрограммирование. Я не знаю, кто-нибудь знает, что это метапрограммирование? Да, ну в общем, да. Ну не знаю, самый классический пример в JavaScript это Evolve, наверное. Самый такой грязный, наверное, ну не знаю. И в общем есть такая штука reflect, которая появляется в ECMAScript 6, и она как раз таки описывает вот такие вещи, связанные с метапрограммированием. И одной из части было loaders. В какой-то момент их добавили в стандарт. И вот до ноября года они были полностью описаны и вроде пытались их финализировать, но в определенный момент я не нашел причины, честно говоря, они просто пропали. То есть сейчас в стандарте ECMAScript спецификации, ничего не написано про это. Я начал рыть дальше и нашел стандарт, который разрабатывает группа WOTVG. Это короче альтернативная LATC группа, кто знает. И они как раз таки придумали, как это дело еще оптимизировать, еще больше. И сейчас пытаются этот стандарт превратить в живой стандарт, следственный потом как бы апрувить его в ECMAScript 6. То есть сейчас он еще до сих пор в разработке, кому интересно, обязательно посмотрите. А раньше, соответственно, систем импорт была вот такая штука, которая вроде бы как импортирует модуль, но причем правил там каких-то импорта не было в зависимости от окружения. А в новом лоудере там ты сам описываешь правила, как модуль должен загружаться. Ну вот пока в процессе, то есть документ work in progress и живой стандарт. Какие цели преследует новый лоудер? Он преследует цели стандартизировать между окружениями общие механизмы загрузки, при этом не повредив текущему JavaScript-комьюнити. То есть что это значит? Что вот эти фишки, которые я показывал вам ранее, они все будут. То есть будет возможность поддерживать package JSON. То есть вы можете определить такую штуку, которая будет поддерживать package JSON, которая на сервере. Понятно, что никто не будет переписывать сейчас NPM и CommonJS в сторону импортов. Он будет также поддерживать трансформы. То есть вы можете загружать альтернативные модули, которые в будущем будут компилироваться в JavaScript. То есть самый простой пример, вот Scala. Хотите вы сегодня, чтобы ваш код перед тем, как он попал в браузер, в модульную систему, чтобы он у вас изначально в Scala.js пропустился, что абсолютно нормально, что он превратился в JavaScript. Вы можете это сделать в новом лоудере. В других системах это тоже есть, но они будут поддерживать этот стандарт. Соответственно, вы можете также трансформировать любой из видов загрузок. И, конечно же, нашлись сразу люди, которые в жещенном, неподтвержденный стандарт реализовали в виде полифила. Это Энди Асмани и Гай Брэдфорд, вроде я не путаю. Это достаточно два известных человека в комьюнити, которые как раз таки взяли и написали полифил поверх вот этого. Как работает? Там просто разбирается синтакс, грубо говоря, компилируется предварительно вот эти вот директивы, импорт в нужные, то есть JavaScript, и потом просто он делает еще механизм загрузки. Естественно, пошли люди дальше, пошли дальше, и написали System.js. Это штука, которая сглаживает разницу между модульными загрузчиками. То есть вы можете, вот у вас есть проект сейчас, короче, какой-то написанный, и вы хотите тут же использовать новый синтаксис, новый JavaScript-овый синтаксис, который, типа, ну, импорт-экспорт, да, то есть, типа, готовится как москрипт к будущему. И вы можете взять System.js и абсолютно так же, как с webpack, Browserify и остальными модульными загрузчиками использовать все вот эти вот стандартные модули. Ну, в принципе, webpack тоже идет, примерно, таким же путем, у них тоже есть такая реализация, но System, они прям явно говорят, мы используем подход ES6-модуль-loader, типа, за основу, и к этому подходу подходим. Ну, и, соответственно, там уже совсем немножко JSPM, это просто package-менеджер для System.js, то есть они не хотят использовать NPM, хотят, типа, frictionless package-менеджер, и, собственно, его использовать. Ну, наверное, все. Я очень быстро рассказал. Если есть вопросы, можно подойти. АПЛОДИСМЕНТЫ